25 лет назад Рамис Нукич пережил то, что до сих пор не может забыть – резню в Сребренице. Это одно из самых известных и кровавых событий распада Югославии. Тогда армия боснийских сербов убила 7-8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков. Когда пришли военные, Рамис отправил свою семью в лагерь ООН в Патачаре. Сам он и ещё примерно 15 тысяч мужчин бежали в леса. Он выжил и теперь ищет останки убитых. Первый скелет обнаружил, когда восстанавливал свой разрушенный дом. «Я начал искать кости в 2005 году. Сначала я искал моих братьев и отца. Но поскольку не мог их найти, то начал помогать семьям найти других погибших. Также помогал институту пропавших без вести». Рамис говорит, что воспоминания в его памяти ещё свежи. «Мне непросто сюда приходить. Я слышу крики, стоны, мольбы о помощи. Воспоминания возвращаются. Но, несмотря на это, я стараюсь не думать об этом, а просто искать кости. Держу одну мысль, что смогу облегчить какой-то матери её страдания». Благодаря его усилиям удалось идентифицировать уже около 300 погибших. Свои находки он передаёт институту пропавших без вести, который проводит ДНК-анализ и сравнивает их с образцами, которые предоставили родственники погибших. «Я дал себе обещание, что пока не обнаружат всех, я не прекращу поиски». Во время боснийской войны в Сребренице проживало около 40 тысяч мусульман. Анклав был признан ООН зоной безопасности. Однако в июле 1995 года его захватили войска боснийских сербов. После этого женщин и детей отправили на территории, которые находились в руках боснийской армии, а мужчины мальчиков убили. Те, кто пытался бежать по лесам, также ловили и казнили. В 2007 году Международный трибунал квалифицировал действия сербов как преступление геноцида. А с 2001 по 2017 годы несколько командиров получили разные сроки заключения. Так командующего войсками Ратка Младича приговорили к пожизненному сроку.